МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости телеканала Катунь-24. С главными событиями к этому часу познакомлю вас я, Глеб Болянский. А теперь к основным темам выпуска. В регионе подвели итоги ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края». Об этом в выпуске. Три человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерки Тольменского района. Пострадали трое. Дети в возрасте 4 и 7 лет, а также их бабушка. Пруд в Барнаульском парке Изумрудный сегодня начали восстанавливать. На его территории уже работает техника. В регионе подвели итоги ежегодного краевого конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» по результатам прошлого года. Об итогах губернатору Виктору Томенко на совещании в правительстве региона доложил руководитель Минпромэнерго Вячеслав Химочка. «У нас три предприятия определились лучшими. Это Алтайский завод сельхозмашиностроения, который в Павловске находится. Это сельхозмашиностроение, прицепное навесное оборудование. Это завод «Анитим», та же отрасль, и «Источник плюс», «Бийское предприятие». Всего в конкурсе приняли участие 15 производственных компаний. При определении победителей конкурса учитывали темп роста производства, уровня платежей в бюджет, среднемесячные заработные платы, инвестиции в основной капитал и другие параметры. Что такое натуральный продукт? На этот вопрос отвечают эксперты в области органического земледелия. Обучение в этом направлении прямо сейчас проходит в Бийском районе. На поле органической пшеницы работает моя коллега Юлия Шеламова. Юлия, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Глеб. 116 предприятий в России прошли сертификацию и сейчас являются предприятиями органического земледелия. Что это такое, узнаем у председателя правления Союза органического земледелия России Сергея Коршунова. Сергей Александрович, здравствуйте. Добрый день. Что такое органическое земледелие? Органическое земледелие – это производство максимально натуральных продуктов. То есть, если по-простому, то для нашего производства не применяется химия, то есть не применяются минеральные удобрения, не применяются химические средства защиты растений, не применяются антибиотики в животноводстве в профилактических целях. И в связи с этим, с какими сложностями сталкиваются фермеры, которые решили идти по этому пути? Основные сложности, на самом деле, такие же, как и у любого сельхозпроизводителя. То есть, это деньги, это технологии, это люди, да, то есть, все понятно. Плюс еще, все-таки, незнание потребителям, что же такое мы производим, в чем ценность этого продукта, чем он отличается от других. А чем органический продукт отличается от других продуктов? Ну, на самом деле, это более здоровый, более полезный продукт, потому что, вот, как мы уже говорили, при его производстве используется максимальная натуральность, и это проходит еще дополнительную процедуру контроля в виде сертификации. То есть, у нас есть закон, федеральный закон об органическом производстве, у нас есть госпециальный, есть сертификационные органы, которые прошли аккредитацию в Росаккредитации, и они ежегодно осуществляют процедуру контроля за нашими хозяйствами. Ну, и в последние годы как-то больше предприятий стали приобщаться к этому движению? Да, в последние три года мы выросли в три раза. Ну, конечно, нас было мало, и, в принципе, пока еще тоже мало. Но надеюсь, что там лет через пять мы будем тысячами уже измеряться. Спасибо большое, Сергей Александрович. Спасибо большое вам. На этом у меня все. Передаю слово студии. Спасибо, Юлия. Ждем вас в редакции с подробностями. А я продолжу. Три человека погибли при пожаре в частном доме в селе Озерки Тальменского района. Двое из пострадавших дети, девочки в возрасте 4 и 7 лет. Третьим пострадавшим оказалась бабушка девочек. Также во время возгорания в доме находилась мать детей. Она получила сильные телесные повреждения. Прокуратура Тальменского района проводит проверку и устанавливает причины возгорания. Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия. По изъятным вещественным доказательствам назначена судебно-медицинская, пожаротехническая и криминалистическая экспертизы. Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Пруд в Барнаульском парке Изумрудный сегодня начали восстанавливать. На его территорию уже заехала техника. Рабочие демонтируют блоки вокруг водоема и чистят дно от ила. На дне пруда уложат гидроизоляцию и застелят его песком и гравием. Бетонные плиты облагородят. Часть из них перекроют ступенями. Также почти полностью реконструируют мост, заменят балки и опоры, но сохранят перила. Перила важны для тех людей, которые делали мосты. Они действительно обладают исторической ценностью, поэтому мы решили их сохранить. Но сами мосты, к сожалению, вышли из строя, они небезопасны, поэтому их придется демонтировать. Перила аккуратно снимутся, реставрируются, покрасятся и потом поставятся на новые уже мосты. На острове посередине пруда появится беседка для церемоний, а на северном берегу построят пирс для катания на катамаранах. В будущем в пруд хотят запустить рыб и уток. Завершить обустройство его внутренней части и залить водоем планируют до конца октября. Напомню, стоимость контракта по восстановлению пруда в Изумрудном составила 108 миллионов 800 тысяч рублей. К другим темам. Новый формат лечения, курсовочную систему для отдыхающих запускает сеть курортов Белокурихи. Как теперь можно посещать процедуры? Расскажем прямо сейчас. Лечение в курортной поликлинике Белокурихи стало доступнее бюджетным туристам. Теперь здесь появится курсовочное бюро. То есть получить полный пакет процедур можно без проживания в санатории. В так называемую курсовку, уверяют специалисты, войдут все необходимые услуги, за которыми и приезжают туристы, чтобы оздоровиться. По новому тарифу можно сходить на грязелечение, физиолечение, ручной и гидромассаж, а также посетить различные ванны, например, хвойную. Успокоились нервы. Так как у меня есть невроз, и врач мне, как говорится, назначил эту ванну в качестве оздоровления. И вот я посещаю и вижу результат. Результат мне очень нравится, он действительно положительный. Все пациенты курортной поликлиники проходят прием у терапевта. Он в свою очередь назначает лечение согласно показаниям и пожеланиям. Эти ванны могут посещать и дети, и взрослые, за исключением противопоказаний, которые выясняются на приеме у врача-терапевта. Это острое заболевание, индивидуальная непереносимость. Лечение по курсовке можно пройти по пяти направлениям, среди которых оздоровительное, общеукрепляющее, на сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат и лор-органы. В поликлинике предлагают пакеты услуг на 6 или 10 дней. Мы уже порядка, наверное, 20 лет такой услуги не оказываются в городе Белокурих. Преимущество в том, что мы возобновляем эту услугу и предлагаем тем самым всем желающим пройти санатурно-курортное лечение по более доступной цене. Потому что лечение по путевке на сегодняшний день подороже лечения. Курсовка подразумевает собой лечение и питание. Проживание не входит в стоимость курсовочки, но курсовочное бюро будет предлагать перечень жилья, который человек мог бы выбрать. В курортной поликлинике будет работать туроператор, подбирать жилье, что гарантирует безопасность туристов. Стоимость курсовки 1800 рублей в день. В них входят 4 процедуры и трехразовое питание в одном из ресторанов Белокурихи. Курсовочное бюро начнет свою работу с 10 августа. Алина Пенигина, Сергей Седых, Новости. 2 августа день воздушно-десантных войск. 92-ю годовщину их создания отпраздновали в городах и районах Алтайского края. Какие мероприятия прошли в нашем регионе, смотрите далее. В краевой столице день воздушно-десантных войск отпраздновали на Аллее Героев. Для горожан и десантников провели концерт. Артисты исполнили песни за ВДВ «Встанем» и «Никто кроме нас». В этот праздник, наверное, единственный в году. Мы все собираемся, вспоминаем, как мы служили, что с нами было. Напоминаем наших погибших друзей, братьев. Аллею Героев и памятный знак установили по инициативе фонда Владимира Шаманова, защитники Отечества. Уже три года за ней ухаживают пенсионеры-активисты. Обсуществляем дежурство народных дружинников здесь. Во-вторых, зимой иногда бывает, убираем снег. В-третьих, вот Зинаида Дмитриевна, она у нас ответственная, она приходит в день рождения каждого из парней, из 84 парней, и приносит сюда цветы. К этой дате провели мероприятие и в районах Алтайского края, в Залесово. Открыли памятный знак в честь воздушно-десантных войск России. Камень для памятника привезли с Залесовского карьера. Его установили за счет местных жителей. Монумент расположили в центре села, рядом с Залесовской школой номер два. В Косихе праздник отметили традиционными десантными гуляниями, а также провели митинг. Возложили цветы и гирлянду к двум памятникам, участникам локальных войн и Великой Отечественной войны. Во время празднования вручили медали участникам боевых действий. В Краснощоково открыли стелу памяти десантников. Ее установили по инициативе местного населения. Монумент находится рядом с памятником пограничным войскам в парке Краснощоковский. В Мамонтово провели торжественное построение. В нем приняли участие представители общественных объединений ветеранов. Отмечу, на праздники вручили медаль Михаилу Остапенко. Парень участник специальной военной операции на Украине. Он получил ранения во время боевых действий. И о спорте. Второй детский турнир по пляжному волейболу прошел в Барнауле. Участниками стали спортсмены из разных районов Алтайского края и регионов России. За что боролись команды, смотрите в нашем материале. Прыжок, удар и мяч оказывается на поле соперника. В пляжном волейболе правила отличаются от классического. Хотя бы тем, что здесь всего два игрока. Каждый держит свою сторону и помогает товарищу вести игру. Победить задача каждой команды. Ведь турнир по пляжному волейболу спортсмены ждут. И приезжают на него из разных уголков страны. Я с города Зеленогорск вообще играл сначала в классике Семеном, моим напарником хорошим. Мы начали готовиться. Вот один месяц поиграли и поехали. Показать себя в целом, свои боевые способности. В этом году турнир по пляжному волейболу провели во второй раз. Спортсмены приехали на него из районов Алтайского края и регионов страны. В том числе Иркутской области, Новосибирской области и Красноярского края. Становиться лучше, привлекать намного больше спонсоров, привлекать намного больше команд. Делать турнир не в два дня, а в три-четыре дня, чтобы команды подольше приезжали сюда. Ну и играли здесь в удовольствие. Спортсмены боролись за кубок ютуб-канала «Титаны волейбола». И призы – наушники, колонки, портативные аккумуляторы. Анна Жеребненко и Ульяна Кунгурцева заняли третье место на соревнованиях. Волейболистки приехали из Новолатайска. Кстати, Анна и Ульяна уже с 10 августа отправятся на финал чемпионата России по пляжному волейболу в Анапу. Зависит больше от тебя, не от большинства людей. И как ты поступишь, так будет зависеть игра. Все хорошо, но без ошибок. Пляжный волейбол это не пляжный волейбол, я так считаю. И каждый человек вообще в принципе в нашей команде, в чужих командах совершали ошибки. И это нормально, в принципе все исправлялись и хорошо играли. На турнир приехали 44 команды. Всего по результатам игр определили 6 победителей среди юноши и девушек 2008-2011 года рождения. Алина Пенигина, Николай Бойко. Новости. Турнир памяти Геннадия Смертина стартовал в Барнауле в шестой раз. В день открытия фестиваля футбола на стадионе побывала наша съемочная группа. Участникам турнира имени Геннадия Смертина дождь не помеха. Парад команд открыл фестиваль футбола. В нем будут соревноваться 100 юношей со всей России. За чемпионский кубок поборются 8 команд из Дальнего Востока, Сибири, Дагестана и Москвы. Турнир открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Шестой турнир памяти Геннадия Ивановича Смертина объявляю открытым. Участников турнира ждут 4 соревновательных дня. Матчи на Барнаульском стадионе школы Алексея Смертина пройдут по круговой системе. Каждой команде предстоит встретиться с семью соперниками. Проходить соревнования будут по двум группам. Жеребьевка проведена. Финальные игры стыковочные будут проходить 5 числа. Поддержать ребят приехал знаменитый футболист, сын Геннадия Смертина Алексей. В 2004 и 2005 годах Алексей Геннадьевич был капитаном сборной России по футболу. Любовь к этому виду спорта ему привил именно отец. Брать и футбол как социальный феномен, не только спортивный, может объединить разные нации, культуры. Тем более в этом году, как вы знаете, президентом был назван год культурного наследия народов России. И поэтому, на мой взгляд, футбол объединяет. И это просто замечательное событие для нас, для Алтайского края. Отмечу, что турнир проводят за счет средств президентского и губернаторского грантов. Помимо соревнований, для юных футболистов организовали экскурсии по городу и поход в Барнаульский зоопарк. Евгения Величкина, Алексей Михайлов. Новости. А у меня все к этому часу. До встречи в эфире и не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok